Здравствуйте, с вами Анастасия, на канале Еда на любой вкус. В этот раз мы приготовим с вами Эчпачмак, блюдо татарской и башкирской кухонь. Есть несколько вариантов теста, но у каждой хозяйки рецепт свой. Покажу наш любимый вариант, тонкое тесто, много начинки, как и должно быть, а вы уже оцените в конце. Будет сочно, сытно и вкусно. Давайте скорее начнем. Выливаем в миску 300 миллилитров теплого молока, добавляем сразу 7 граммов сухих дрожжей и 10 граммов сахара. Размешиваем, оставляем буквально на минуту, частицы дрожжей намокнут и сами растают. Крупинки дрожжей растворились, высыпаем немного муки, поверх которой 9 граммов соли, следом 40 граммов растительного масла и 2 целых яйца. Размешиваем тщательно венчиком, пока тесто жидкое. В чем отличие Эчпачмака от обычного пирожка, расскажу в процессе приготовления. И это, кстати, совсем не форма. Добавим еще муку, часть оставим на потом. Наконец, вымешивание. Если же вы не уверены в своей муке, то вмешивайте ее частями, добиваясь в меру плотной и не липкой структуры. Что касается меня, я точно знаю, что 600 граммов муки достаточно будет для этого количества жидкости. Сейчас тесто кажется ошибочно липким, но буквально через минуту тщательного вымешивания уже начинает отставать от стола и от рук. Тесто обязательно не должно расплываться, оно должно держать форму. Можно его смазывать остатками масла, помещаем в миску, убираем в теплое место на 1 час. За это время спокойно успеем приготовить начинку. Я заранее, чтобы не затягивать видео, нарезала все продукты. А именно, мелкими кубиками 500 граммов говядины, в которую добавляем 450 граммов картофеля, также мелкими кубиками. И, конечно же, пару-тройку луковиц, в общей сложности 250 граммов, лук тоже нарезан кубиками. Добавляем соль и перец по вкусу, тщательно смешиваем ингредиенты, можно даже руками, так будет эффективнее. Но сильно не мните, чтобы сок не выходил. И пока начинку убираем в холодильник до своего часа, ждем тесто. Через час тесто готово, если прохладно, то может уйти чуть больше времени. Оно пышное, мягкое, совершенно не липкое. Обязательно тесто нужно обмять, затем поделим на части. Удобно это делать таким образом. В середине делаем отверстие, затем жгут, его разрезаем пополам и каждую полученную часть снова пополам, пока у нас не получится 16 штук. Весом кусочки около 65 граммов. Заготовки для чпа-чмаков нужно округлить в ровные шарики, накрыть на 10 минут. Таким образом тесто станет эластичнее и его будет легко раскатывать. Можно приступать! Раскатывать тесто необходимо с небольшим количеством муки, хотя оно не очень липкое, так будет намного быстрее и удобнее. Но и много муки не подсыпайте, нужно чтобы швы склеивались хорошо. В середину кружка размещаем начинку, отмеряем по 70-75 граммов на один пирожок. Что касается толщины самого теста, то слишком тонко не советую раскатывать. Начинка сочная, и такое тесто в процессе, если оно будет достаточно мягкое, может просто размякнуть, пока вы будете заканчивать лепить последующие пирожки. Далее делаем треугольную форму, обязательно оставляя середину открытой. Отверстие в середине нужно для выхода пара, а также, если начинка недостаточно сочная, за несколько минут до окончания выпечки можно добавить внутрь бульон, либо кипяток с растительным маслом. Полученные швы можно заплести, каждый раз заворачивая получившийся уголок. Эчпачмак отличается от обычного пирожка не формой, а именно сырой начинкой. За счет этого эчпачмак получается очень сочный и совсем другого вкуса. Тесто для татарских пирожков бывает и пресное, без дрожжевое, либо на кефире. И, как я уже говорила, у каждой хозяйки свой рецепт. Все эчпачмаки у нас готовы. На один противень стандартный поместилось только 12 штук. 4 эчпачмака буду выпекать на другом противне, который просто смазала маслом, но все это будет выпекаться вместе. В процессе буду менять местами. Пока смазывать ничего не нужно, выпекаем так. Ставим в горячую духовку, температура 190 градусов для газовых духовок. Если электрическая духовка, то 170 градусов низ плюс конвекция. Время выпечки около 50-60 минут, все зависит от особенностей вашей духовки. Примерно минут через 30 можно достать пирожки из духовки, быстренько смазать их для блеска. Я использую два желтка для всех пирожков с небольшим количеством воды и уже допекаем до готовности оставшееся время. Картофель можно попробовать через отверстие в середине. Если же вы видите, что сок начинает подниматься и обильно вытекать, можно приоткрыть аккуратно духовку и пошевелить начинку. Сок снова уйдет вниз, так мы сохраним сочность. Важный момент, картофель может быть слегка сыроват, не передерживайте эчпачмаки в духовке. После выпечки мы достаем их и накрываем полотенцем. Картофель дойдет, начинка будет полностью готова. Мои эчпачмаки выпекались чуть больше 50 минут, здесь еще нужно учитывать, что выпекались сразу два противня и только посмотрите, какие румяные они получились. Давайте сразу один горячий разрежем и потом уже сравним его с тем, который слегка остыл. Прямо из духовки тесто хрустящее, но плотное, ну а начинка максимально сочная, пахнет аппетитно! Накрываем обязательно эчпачмаки на 10 минут, они должны еще дойти и все готово! Посмотрите, какая разница! Тесто стало гораздо мягче. Начинка дошла до нужной готовности, еще потомилась. Само тесто тонкое, хоть и дрожжевое. В принципе, здесь тесто как оболочка для сочной говядины с картофелем. Готовьте с удовольствием, делитесь рецептом с друзьями, ставьте нравится и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Пока!